Вредный воздух. Лев Толстой. В селе Никольском в праздник народ пошел к обедни. На барском дворе остались скотница, староста и конюх. Скотница пошла к колодцу за водой. Колодец был на самом дворе. Она вытащила бадью, да не удержала. Бадья сорвалась, ударилась о стенку колодца и оторвала веревку. Скотница вернулась в избу и говорит старости. Александр, слази, батюшка, в колодец. Я бадью упустила. Александр сказал, ты упустила, ты доставай. Скотница сказала, что она, пожалуй, сама полезет, только чтобы он спускал ее. Староста посмеялся ей и сказал, ну пойдем, ты теперь натощак, так я удержу. А после обеда и не удержать. Староста привязал палку к веревке и баба верхом села на нее. Взялась за веревку и стала слезать в колодец. А староста за колесо стал спускать ее. В колодце было всего шесть оршин глубины и только на оршин стояла вода. Староста спускала за колесо потихоньку. И все спрашивал, еще что ли? Скотница кричала оттуда, еще немного. Вдруг староста почувствовал, что веревка ослабла. Он окликнул скотницу. Но она не отвечала. Староста поглядел в колодец и увидел, что баба лежит в воде головой кверху ногами. Староста стал кричать и звать народ. Но никого не было. Пришел только один конюх. Староста велел ему держать колесо, а сам вытянул веревку, сел на палку и полез в колодец. Только что конюх спустил староста до воды. Староста и сделалось то же самое. Он бросил веревку и упал головой вниз на бабу. Конюх стал кричать. Потом побежал в церковь за народом. А бедня отошла. И народ шел из церкви. Все мужики и бабы побежали к колодцу. Все столпились у колодца и всякий кричал свое. Но никто не знал, что делать. Молодой плотник Иван пробился сквозь толпу к колодцу. Схватил веревку, сел на палку и велел ее с себя спускать. Иван только привязал себя к веревке к ушаком. Двое спускали его, а другие все смотрели в колодец. Что будет с Иваном? Как только он стал доходить до воды, он бросил веревку руками и упал бы головой. Но кушак удержал его. Все закричали, тащи его назад. И Ивана вытащили. Он как мертвый висел на кушаке, голова его тоже висела и билась о края колодца. Лицо было синебагровое, его вынули, сняли с веревки и положили на землю. Думали, что он мертвый. Но он вдруг тяжело вдохнул, стал перхать и ожил. Тогда хотели лезть еще. Но один старый мужик сказал, что лазить нельзя, потому что в колодце дурной воздух. И что этот дурной воздух убивает людей. Тогда мужики побежали за баграми и стали вытаскивать старосту и бабу. Старостина жена и мать голосили у колодца, другие их унимали. А мужики цепляли в колодце баграми и старались вытащить мертвых. Раза два они дотаскивали старосту до половины колодца за его платье. Но он был тяжел, платье прорывалось и он срывался. Наконец зацепили его за два бугра и вытащили. Потом вытащили и скотницу. Оба уже были совсем мертвые и не ожили. Потом, когда стали осматривать колодец, то узнали, что точно внизу колодца был дурной воздух.